Недавно концерт популярной певицы и блогерши Мия Бойко в Надыме закончился неожиданным скандалом, вызвавшим бурную реакцию в социальных сетях. Все началось с невинного на первый взгляд вопроса, который Мия задала маленькой девочке на сцене, но это привело к последствиям, которых никто не ожидал. Во время выступления к Мии вывели девочку по имени Марьяна, которая потерялась в толпе. На ней была маска кошки, и это привлекло внимание певицы. Мия в свойственной ей манере с долей иронии спросила, «Ты тут у нас котенок или ты квадробер, не дай бог?» Этот вопрос, казалось бы, должен был вызвать смех у зрителей, но ситуация приняла серьезный оборот. Маленькая Марьяна оказалась представителем субкультуры квадроберов. Это дети, которые носят маски животных и имитируют их повадки, бегая на четвереньках. Шутка Мии Бойко не только вызвала слезы у девочки, но и привлекла внимание общественности к проблеме буллинга. Глава Лиги Безопасного Интернета Екатерина Мизулина вмешалась в ситуацию, обвинив Мию в публичном унижении ребенка и потребовав наказания для певицы. По словам Мизулиной, подобные действия могут нанести серьезный ущерб психике ребенка. Марьяне уже пообещали профессиональную психологическую помощь, чтобы избежать возможных последствий и предотвратить буллинг со стороны сверстников. Сама Мия Бойко, однако, не считает свое поведение неправильным, заявив, что просто называла вещи своими именами. Этот инцидент поднимает важный вопрос о границах юмора и ответственности публичных фигур. Мия Бойко, с одной стороны, известна своим дерзким стилем общения, но где проходит черта между шуткой и оскорблением? И не несут ли такие шутки потенциальный вред для тех, кто оказался на их острие? Зрители разделились на два лагеря. Одни поддерживают певицу, утверждая, что она просто была собой, другие считают ее поведение недопустимым. Но вне зависимости от мнений, этот случай вновь напоминает, насколько важно быть внимательным к словам и их последствиям, особенно когда речь идет о детях. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин